Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 К слову сказать, в Америку послали полтора месяца из Калининграда, и книги пропали. И вот он на меня выходит, фамилия его Шапкин, Александр. Я сходил на почту, когда был, узнал, куда жаловаться, подавать и розыск сделать. Но она вышла из Калининграда, а дальше Америка. В Америку не поступало. Ну и мы сегодня утром, ночью, сейчас ночью переписываемся, и в это время у нас сигнал. В Америку посылка дошла. Ну, обрадовались, поблагодарили Бога. Он говорит, три часа не прошло, я сижу, думаю, идти. Пошторон приходит, посылку приносит. Это последняя. С пересылкой в Америку полный комплект 1200 долларов. 1250. 1250. Так, подходит ко мне один человек здесь и говорит, как же так, я вроде опоздал-то, а я хочу иметь. Я тогда спрашиваю, для себя или нет, для кого-то, для меня тем более непонятно. То есть можно взять, но я не вижу радостного лица. У меня так охота увидеть радостное лицо, поэтому я... Никаких отказов, чтобы не было. Дороже всего для меня. Улыбка моей сестры, дорогой. Бесплатно. Как так? Бесплатно, все. Твоя улыбка исчезла второй день, и я хожу и пищаюсь. Все, смеешься. Я так и думала, что... Ну, все. Я сделал, как мог. Это была пища. Люба, ты не ела. Спасибо. Ведь это место можно. Спасибо. Так, я сегодня сказал, что мы можем знать и не бояться правды, но делать так, как поступила Церковь Православная. Я за то, чтобы все мощи были захоронены, как написано, прах ты, прах возвратишься. А у людей сразу мысли, что вы проще не почитаете. Целую и поклоняюсь. Где бы я ни был мощи, я везде приклоняюсь. Но я должен сказать правду. Монашество загубило проповедь, потому что за стенами, как пишет профессор Сидоров, говорит, они с самой силы уходили за монастырские стены, и уходя в песок, они не давали потомства. Вот на этом, на пустыре, возникло то, что сегодня грозит всему миру. Это на их совести. Но, так вы монашинство против? Нет, я наоборот. Вы знаете, у нас был такой человек, один романах. Если приходит после и говорит, а я вот раздумал, теперь нет, уже обещание дал, вопросов нет, и никакой женитьбы не должно быть. Так вы за монашинство или нет? Я против того, что проповедь не надо говорить. Вы знаете, какое последнее сейчас в интернете шум? Патриарх Кирилл. Там указывается, где какое выступление. Он сказал, надо отдельные места писания считать по-русски. Уж все богослужение он не может, он боится. Его тоже сметут за это там где-то. И вот сейчас там битва, это убрать, это идентифицирует русского человека. Если только не будет славянского языка, вроде русская нация погибнет. Ну, глупости. Патриарх Кирилл говорит о том, что у нас все время служба на струковном славянском, а в библейском все по-русски. Он сейчас только заговорил об этом. Значит, помолитесь, чтобы Господь помог ему устоять. Он открыто уже сказал, народ ничего не понимает. Не понимают. Это не просто так не понимают, а совсем не понимают. Очень известный священник есть, Андрей Качев. И он об этом говорит. У нас люди православные. И они узнали, что Христос родился и умер за нас, для нас. И узнали, что кровь его пролита за нас. И они ушли от нас. И они все это узнали не у нас, а у протестантов. Это прямо с капельной говорили. Вы понимаете, это приговор. Мы должны избить абсолютно. Мы ничего не можем сделать. Я не священник нигде. Но мы везде должны стоять за тропами. Вы знаете, на той неделе, я посоветовался с нашим юристом, с братом Себастьяном, как, кому, где он все отпечатал мне, адреса дал. Я направил четыре письма. Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В Государственную Думу. Дальше. Министерство юстиции и Генеральному прокурору Российской Федерации. Четыре письма одного содержания. Говорю о том, что вот свидетели его, это юридики, рассказал о себе. Я православный проповедник, миссионер. Не надо думать, что это юридик. Я православный. Я с ними борюсь. Но здесь поступили абсолютно противозаконно. А они не нарушили нигде Российской Федерации закон. И брат мне помог эти параграфы, где говорится, свободное расповедание, какой пункт, какой параграф, конвенция международная. То есть с ними поступили несправедливо. Я сказал, нужно вернуть их. Там 470 зданий у них ликвидированы, убрали. Хорошие здания. Посадили уже сколько человек после этого. Это несправедливо. Перед ними принести изменения, рассчитать. Значит, если помните, помолитесь об этом. Это государство не теократическое, это не Греция. Здесь все религии перед законом равны. Все еретики и мы одинаковые. Вот как. А у нас все еще что в мозгах здесь? Вы помните, здесь был Максим, епископ. Дмитрий Дмитриев. И был губернатор края. Знаете кто? Карлин Александр Богданович. И он решил, а мне сразу позвонила оттуда, она завкапитра теологии, Валабоева Марина Маратовна. И говорит так. Он решил создать группу из религиозных советователей. Православные, как заболтовались. И вот сюда, вот за эти скамейки, приехали два благочимных. Сын Войтовича, это благочимный от того округа Александр. И новая латайка, отец Михаил погибл. И они решили сейчас так. Поехали к евреям, к мусульманам, объединиться. Какие религии, которые идут традиционные. Чтобы стектантов он не принимал. Когда они вот здесь тут сидели и говорили. Я говорю, как это так? Да какое сове, что до коллег их. Секты-то разные, их много там набираются. Перед законом все равны. Вам не надо это делать. Вы поехали к кому? А не за вас у православных? Нет. Ну а не подбежатся, чтобы ерить хобби брали? Нет. Запоминайте, что я говорю. Я говорю, а вы сделайте так. Заявите в писанном виде и выполните. Скажите, мы отказываемся участвовать в этом совете. И Карлин откажется вообще от совета. Почему? Потому что Карлин, он является ставленником президента Путина. Его не выбирали здесь. А после издакимова Михаила Сергеевича его поставили. И второе. Карлин очень высокого уровня юрист. Я правильно говорю? Говорят, я-то он там работал в Москве, я-то другое. Ну, может быть, я-то выражаю, но юрист. Юрист, юрист. Он у вас без закона не пойдет, а Путин рядом с патриархом. И против Путина не пойдет. Вам понятно? И поэтому без вас не состоится. Мне уже ту же вещь вам звонит. Карлин отказался, советы говорить не нужно. А эти сидели, когда у меня два облагощина, они сразу по телефону. Тут такой великий специал. Они принесли ко мне, зачем туда? Чтобы вот это заявление подать Карлину. А кому подать? Того Карлин может зажать. Они меня нашли, козлом отпущу. Они ему какая разница, Игнать его. Пусть его долго. А я говорю, я старого вала, быка, еще больше литер, шигура толще. Но идти не за чем. Ну и так все и было. То есть, разумевайте, о чем я говорю. Вы никогда не восставайте, что церковь установила. Многие себя знаете. Вначале этого не было. На мощах устанавливать престолы, не начистить их мощи. Это большая разница. Мощей мучеников, но ни у любого, там, знаете, причинину вырежут от монаха, этого не надо. Нигде ни один святой не говорил, что меня расщепляйте, фаршируйте, расносите. А запрещали многих. Мало того, прятали, чтобы их не нашли и не зарезали. Трупы это. Скажите, где Антония Великого? Мощи. А мощи это труп. Как вы так о мощах можете говорить? Давайте. Мощи это не труп, да? И трупы заскорбительны. Считайте откровения. Придут два пророка, две маслины, и антихрист убьет, и трупы их бросит на улицу. Значит, не мог Илья трупы, а местные не трупы. Ну что вы дурите? И они сразу отступили. В общем, Слово Божие. Трупы. Всякий труп, всякий покойник, есть мощь. Святые имя нет. Нам зачем от мертвого обращаться, когда живые есть? А вы боретесь? Семьдесят семь святых, которых я ежедневно повторяю. Ежедневно, Павел. Ежедневно. Значит, я их признаю, если я молюсь, в семикратном день. Но, Иоанн Златоуз говорит, самая сильная молитва, когда просишь прямо Бога. И не кто-то за тебя поможет, а как ты сам из тебя молишься. Я не Бог тебе не поможет. Но мне нужна помощь всех, о чем я сказал, чтобы мои письма сыграли какую-то роль. Я там вставил фразу одного, называют пастуру, видимо, лютеранскую. Не мёрдишь. И он говорит так. Когда пришел Гитлер к власти, он первым делом решил арестовать коммунистов. Я не восстал против, я не коммунист. Потом стали арестовать евреев, вещь толкать. Я тоже воздержался. Я же не еврей. Потом стали брать профсоюзных деятелей. А я не профсоюзный деятель, я опять промолчал. И когда пришли брать меня, уже заступать было некому. Я и написал. Взяли их. Сейчас отделённое баптиство уже начинает крошить. Следующая очередь наша. Так что заступая за них, я и за вас, и за себя заступаюсь. Перед законом мы равны. Так вы что, за Путина молимся? Не просто молимся, усердно молимся. Я молюсь, а Господи, дай им страх Твоей святой. Наведи страх на них. Дабы издавали мудрые законы. Дабы подопечным дали достойно жить, чтобы было из чего уделять нуждающимся. И сохрани их, Господи, от покушения на них. Это моя молитва. Я её нигде не считал. Сердце моё подсказало. Написано, молитесь за старейно счастливащих. Это понятно? Конечно, вы сейчас с вами удобно разговаривать. Вы знаете, спокойно такие, помолились, усилили. Вы слышали ухом, брюхом, всё у нас на месте. Нормально. И этим духом мысленно, даже не где-то, скажи, Господи, пусть правители наши поступают мудро. И в этот день я смотрел выступление Путина однажды. И он говорит, когда в Норд-Оссе захватили, он даёт интервью. Что делать тут? Тысяча людей. Я, говорит, впервые встал перед иконами и со слезами у меня молился. Что делать? Никто не знает. Газ пустить? Ну, так и сделали. Газ пустили. Так своих-то примерно сколько? Сколько сот погибло? Но взрыва не последовало. Отравились те, которые заряженные были бомбами. Так что будьте внимательны. Где-то что-то, вот эти посты рождественские, не евангельские. Они совершенно не евангельские. Там в 4, 5, 8 веке пришли. Но! Наша любящая мать церковь плохого нам не пожелает. И поэтому мы должны любить эти посты, с любовью их точно исполнять, дабы быть истинными, чадами Святой Православной Церкви. Богу слава. Аминь. Аминь.